Вопросы с топливом не решаются, жопа, вопросы с лекарствами не решаются, жопа, с зарплатами, с пенсиями не решаются, жопа, сплошная жопа, а военные что говорят, ты что с ними общаешься, что они в лекарствах не возят в магазине? Слушай, короче, ну они говорят, я спрашиваю у этого, который бензин уже даже продавал, он, короче, сказал, типа, что мы вот-вот-вот нам сказали возить бензин людям, чтобы подешевле было, и вот лекарства, которые людям надо, чтобы они покупали, мы возим, вот в аптеках ищем, и все, а что дальше, короче, мы вообще ничего не знаем, то есть ему дали одно указание, и все, на этом закончилось. Поэтому, короче, это, ну лекарства шо, это шо, он там, они барыжат, там кто, возят для тебя с этого, с Крыма, и все больше, а бесплатно никто ничего не дел, и, короче, а самых необходимых медикаментов нет, у нас есть проблемы. Люди умирают, да, я знаю, это просто, некоторые, знаете, заказывают. Начинают растить социальное напряжение, уже начинают потихоньку русских ненавидеть из-за того, что у них такой зоопы. А я же говорю, получается, короче, что вы зашли, и теперь, вот они хотели гуманитарку убрать, короче, гуманитарка, блядь, вот уже седьмой день нету гуманитарки, ну типа вот завтра-завтра-завтра, короче, прекратили они. Сейчас вот это мамашам выдают по 10 тысяч рублей, переключились, короче, на мамаш. Я не знаю, мне кажется, что они просто, как бы, им надо собрать паспортные данные, и на этом все, короче. А что там люди, хую-ди, пастерушечки. А я говорю, люди уже начинают на вас пиздеть, что вы, блядь, пришли, и нихуя, короче, всем насрать. Ну, я же тебе помню, что об этом говорю, будет пизда, она уже начинает. В июне будет жопа. Если ничего не поменяется, в июне надо текать. Текать, блядь, все, нахуй, будем в Крым, блядь, улицу. Ну, я тоже думаю, если что, то надо в июне, не, ну, я так покинул. Посмотрели, а потом мне не платят, но рыбу же одну не буду жрать. Я думаю, что если так пойдут дела, то я через месяц с копейками сам подумаю, там, что себаться. Ну, я маме тоже сказала, говорю, действительно. Хоть поехать поработать на пожрачнице, но и денег нет. Да, 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 я с маме тоже говорю, вы, наверное, блядь, рассчитываете на то, что, блядь, придется мне, блядь, ехать в Крым на лето, там у них курорт, хуйор, блядь, съебываться, потому что иначе мы не протянем, блядь. Ни хуй не смешно. Я знаю, блядь, я сегодня уже тоже глянула, думала, что это, нахуй, надежда умирает последняя. Ты знаешь, когда думаешь, ну, сейчас, сейчас, все, все. Нет, я за себя уже, я уже сильно переговорил, но только это, по сути, это между нами. Вот это если за май ничего не решается, конец мая, начало июня, мы с Каринками все лето ездим в Крым, где-то, на официанты, где-то там барменам, или фесантам, или высыпал это, как я раньше. Я нахуй с вами, блядь, ебаню очи, блядь, поедем все вместе. Ну, а что делать, блядь, все, что делать? Ну, поедем в проем, в проем легче где-то там поселимся. Конечно, на вшайке, блядь, легче. Ну, где-то надо в каком-то, в этом, на курорте, чтобы хоть пожрать, да, блядь. На курорте, да, надо нам с проживания питания, я смотрела в интернете, короче. Есть у них проживание питания, в барах целая куча требуется, прям на берегу, живешь для тебя. Ну, даже если мы по десятке числа не заработаем. Так, конечно, мы там, потом приедем назад, блядь, зиму переживем, блядь. Ну, хоть зиму, хоть как-то.